День зимних видов спорта Эти соревнования, они очень популярны И вот здесь как раз из этих соревнований выходят будущие наши чемпионы Ну и а кто не дано кому стать чемпионом, тот безусловно радость от движения, от коньков все получат, дети В торжественной обстановке Валентина Фортуняк получила звание заслуженный тренер России Наставник, воспитавшая призера Олимпиады Ольгу Граф, до сих пор не может забыть тот победный день в Сочи Мурашки по коже, это повторяется все снова и снова, это вообще предел мечтания, конечно, побыть на таком мероприятии И когда твоя воспитанница бежит, показывает результаты, еще и бронзу завоевала, это вообще было здорово, просто здорово И тогда плакала И это свое название заслуженный тренера России, что именно наша воспитанница, омская спортсменка, завоевала первую медаль на Олимпийских играх в Сочи Поэтому успехов в дальнейшем, вообще нашему виду спорта в Омской области, именно конькобежному, потому что традиции есть Ветераны сегодня участвовали со всеми медалями, есть к чему стремиться и есть на кого равняться Спорт как кредо жизни продемонстрировали прославленные ветераны-конькобежцы В свое время им покорились чемпионаты мира, Европы и России Иван Касьянов и Сергей Логинов более 50 лет выходят на лед и уверены, в Омской области есть крепкие спортивные традиции Сменный чемпион России, я в своей вырослой там 65, там 70 и вот 75, ну и победитель на международных соревнованиях И вот в 14-м году выиграл чемпионат мира в городе Астане, Казахстан В продолжении праздника – Олимпийская встреча Уже в фойе ВСКК имени Блинова чемпионка Олимпиады гимнастка Ксения Дудкина в окружении сочинской символики приняла участие в автограф-сессии Мне очень приятно, что меня пригласили и всегда рада посещать такие мероприятия Тем более очень много детей, которые хотят увидеть, которые хотят пощупать, потрогать, поговорить И поэтому я считаю, что правильно, что делают А на ледовой арене прошел настоящий фестиваль олимпийских видов спорта Первыми в скорости посоревновались юные шортрекисты Все спортсмены получили не только громкие аплодисменты, но и дипломы участников стартов Не ради призов, а для новых умений семилетние хоккеисты приняли урок от игрока авангарда Романа Бердникова А затем выбрали самого меткого по булитам Спортивный праздник посетил министр спорта Александр Фабрициус Он презентовал олимпийский учебник, куда вписаны свежие фамилии выдающихся чемпионов У нас в Омске существует и работает Олимпийский совет в Омской области, которую я возглавляю Поэтому мы традиции олимпийские все начнем И вот как раз пришли специальные учебники Твой олимпийский учебник, который мы сегодня передаем в образовательные школы, в библиотеки Чтобы дети знали, кто были такие олимпийские чемпионы Потому что, как я уже говорил, самая горлость для любого спортсмена И мечта всей жизни это стать олимпийским чемпионом Все участники спортивного праздника, а также многочисленные зрители попали в историю Отметив годовщину Олимпийских игр в Сочи Триумф российской сборной не имеет срока давности А напоминать об этом ежегодно будет праздник – День зимних видов спорта